Первый участник нашей послематчевой пресс-конференции, новоиспеченные участники Лиги Европы и УИФА, Олег Георгиевич Кононов. Несколько комментариев к матчу. Мы рады, что добились результата, добились очень тяжелой игре с очень грамотным, серьезным соперником. Честно, побаивались, ехали сюда, потому что понимали, что последняя игра у Амкара, хотели показать себя при зрителях и достойно сыграть, выиграть у нас. Но у нас мотивация, конечно же, зашкаливала, и я думаю, в первую очередь мы очень организованно играли, не давали разбегаться настолько уж, сколько могли Амкару, но очень было сложно играть, потому что очень опасные были атаки. Своей стороны мы также проводили атаки, такая игра была, я так думаю, что и динамическая, и острая. Счастлив то, что мы сегодня победили, и сейчас немного отдохнем. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, в перерыве, где-то по ходу, но концовку не знали. Только сейчас узнал, что Спартак выиграл этот матч. А еще вопросы? Тогда поздравим гостей с успехом. Спасибо. Константин Валентинович Парамонов, главный тренер Амкара. Для начала несколько слов. Ваше мнение по игре. Нет, ну я считаю, сегодня была очень хорошая игра. Если мы до этого играли хорошо, но не было забитых голов и проигрывали. Сегодня получилось удачно, я считаю. Забили два гола. Мое мнение, что должно понравиться и соперникам, я думаю, и нашим ребятам. Сейчас хорошее настроение будет перед тем, как уйти в отпуск. То есть сегодня была хорошая игра. Были голы. Думаю, что всем понравилось. Пожалуйста, вопросы. Да. Очередной шанс для Геруса и вновь невнятная игра, фатальная для Спартака ошибка. Чем объясните выбор? Вратарям, в общем, не надо. Нет, выбором вратарей на матч это делает тренер по вратарям. Потому что он с ними занимается каждый день. Он их тренирует, он их видит, чувствует. То есть их настроение, их готовность. Поэтому перед каждой игрой я ему задаю вопрос. И он мне отвечает, кто будет стоять. Пожалуйста, еще вопросы. Да. Константин, за вашу карьеру были случаи стимулирования другими клубами? Я намекаю, был ли стимул со стороны Спартака? Нет. Не было, честно скажу. И раньше такого не было, да? Ваша Игроцка или... Ну, я не помню, честно, такого. Я сам удивился. Нет, не было. Да, Константин. С каким настроением уходите в отпуск? Как вообще оцениваете этот сезон? Ну, сейчас ребятам было сказано в развивалке. Я поблагодарил ребят за ту работу, которую мы с ними провели вместе. Что будет дальше, я не знаю. Поэтому я сказал, что... То есть получается так, что мы, так скажем, попрощались. И пожелали всем... Я пожелал, в крайней мере, ребятам, чтобы они хорошо отдохнули, чтобы они лечили все свои травмы и с хорошим настроением вернулись с отпуска и начали снова готовиться к сезону. Еще вопросы? Да. У кого есть никаких тренировок, ничего больше не было? Все, сегодня закончили, сезон все. Вы знаете, их и так было тяжело часто настроить на каждую игру. Они все из чемоданы, можно сказать, забирал ходил у них чемоданы эти, на них сидели. Пыталась уговаривать, ребят, все, давайте убирать чемоданы, надо играть все равно. Есть болельщики, есть все-таки турнирная таблица какая-то, есть у вас премиальные. Поэтому сразу же все, они, наверное, уже уехали с раздевалки. Не знаю. Сейчас приду, раздевалка, она уже пустая. Без чемоданов. Пожалуйста. А с руководством Гоу был их великий разговор? Нет, нет, не было. А если уже конкретные игроки, которые известны точно, что по окончанию сезона, каким-то... Предварительно, если честно. Есть, да, по кануннику, насколько я знаю, что там уже конкретно он в рубину ходит. А по остальным я вам пока не могу сказать конкретно, потому что вникать мне пока тяжело. Я не знаю, кто я, что я сейчас пока на данный момент, поэтому вникать в это и, тем более, говорить об этом вслух всем вам, не зная конкретно, что будет дальше, я не могу. Спасибо. Что ж, всем спасибо. До встречи в следующем сезоне. Спасибо.